Книга открытым оком. Вопрос 380. Тема Святая Библия. Почему существует два различных текста скрижалей? Исход 20, 20 глава и 34 глава. Они сильно отличаются друг от друга? Какой из них правильный? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Люди, не верующие тому, что 2 Петра 1, 21 никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, находят множество противоречий, разночтений в Библии. Давайте рассмотрим указанные вами главы, чтобы на этом примере убедиться в том, что в Библии нет противоречий. Исход 20 глава с 1 по 17 стих. 2 Петра 1. 3 Петра 1. 3 Петра 1. 4 Петра 1. 4 Петра 1. 5 Петра 1. 5 Петра 2. 5 Петра 2. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поли его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Исход, 34 глава 10, с 10 по 28 стих. И сказал Господь Моисею, вот я заключаю завет, перед всем народом твоим всаделую чудеса, которых не было по всей земле, и ни у кого, ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, и дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Амариев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Евеев, Гергесеев и Иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, и из вояния богов их сожгите огнем. Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя его Ревнитель. Он Бог Ревнитель. Не вступай в союз с жителями твой земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели сынов твоих в блуждение вслед богов своих. Не делай себе богов литых, праздник опресноков соблюдай, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все, разверзающая ложе сна, мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающая ложе сна из валов и овец, первородный из ослов, заменяй агонцем, а если не заменишь, то выкупи его, всех первенцев и сынов твоих выкупай, пусть не являются перед лицом моим с пустыми руками. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы, и праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы и пшеницы, и праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицем владыки Господа Бога Израилева, ибо прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться перед лицем Господа Бога твоего три раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобой и с Израилем. И прибыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал Моисей на скрижалях слова завета в десяти слове. В первом случае речь идет о записанном на каменных скрижалях самим Богом, который Моисей разбил. Во второй раз Моисей пишет сам тоже десяти слове, исход 3-4-28. А все остальное, написанное в этой главе, не было записано на скрижалях, а было научением от Бога Моисею в расширенном варианте. Написано же на скрижалях в первом и втором варианте было один к одному. Спасибо.